Главное – это связь поколения. Об этом со сцены говорили все собравшиеся. Дети должны знать не только о тех, кто когда-то отвоевал мирное небо, но и о тех, кто бережет наш покой сегодня. Это связь поколения. Молодежь видит и начинает понимать реально в живых людях, видит историю нашей страны, историю защиты нашей Родины, историю нашего воинства святого. И я думаю, что это нужно, обязательно нужно делать, не только по празднику. Ему и всем присутствующим защитникам России глава города Анатолий Пахома выразил слова благодарности за преданность и верное служение Родине. Для всех жителей России отметил мэр Сочи – это общенациональный праздник. Он посвящен тем, кто честно служит своей стране, отдает ей все силы, энергию, знания, живет интересами своей Родины. Очень важно, чтобы наша молодежь, наши сыновья и внуки были достойными преемниками славы своих предков, спасших мир от коричневой чумы. И сегодня в городе Сочи более 650 юнормейцев и более 2000 членов Союза казачьей молодежи Кубани. Эта огромная армия относится к сильному, умному, красивому и здоровому поколению патриотов. В этом году в День защитника Отечества исполняется 100 лет со дня создания Красной Армии. Праздничные концерты пройдут во всех школах и досуговых центрах курорта. 23 февраля состоится торжественное возложение венков и цветов к мемориалу в микрорайоне Завокзальный.